скорее всего вы с гостями вот надо вратаря брать нормального один гол пропустили чемпионате это нашему динамо брест и источник а потом представь что он играет шахматы начал играть привет приветствовать вас на очередном выпуске говорил я это наш четвертый выпуск сегодня я не один не помогает великолепная елизавета лис привет привет миша давай объявим сегодняшних гостей девушек и начнем тогда рады представить виктория валюх сегодня у нас на площадке и екатерина ласевич попадающий и галкипер динам дуговка великолепный алексей гаврилович и роман бегунов добрый день рады всех видеть мы рады видеть вас ребята надеюсь что сегодня получится тоже классный выпуск потому что у нас всегда получается очень весело видеть задорно сегодня еще и красиво я думаю есть вопрос почему у нас сегодня 5 стульев за казалось бы не клуб на таков но мы хотели пригласить душина бакича но он сегодня не смог сожалению и кстати знаешь интересный факт который душин бакич скрывает от нас на протяжении очень многих лет что он ни разу не душин душан он сам признался месяц назад что он душа бакич душа башнила хоть и почему он столько лет эту информацию прятал непонятно но вот месяц назад он решил что раз он лучший игрок то можно сказать как его действительно зовут и немножечко да ну давай попробуем душа ой какой же ты душ душа как твои дела как же так получилось что тебя сегодня снова нет с нами мы так ждали тебя в этом клубе по интересам ну хорошо может ты хоть что-то сказать своим друзьям сегодня здесь лёша гаврилович рома бегунов гаврилович и бегунов вот эти двое а где ты вообще ну ладно тогда мы не будем тебя отвлекать давай пожелаем душу удачи сборной вообще сборную заслуженно так его сегодня нет мы придумали кое-что для вас это такой небольшой сюрприз душа сегодня будет исполнять роль виктора михайловича гончаренко будет отмалчиваться так мы в прошлый раз разыграли майки целых три штуки майкл нашего партнера вимлайн выбил михаил из витебска от сарагосы майкл анастасии майки тоже могли бы разыграть девчонки тоже как раз меньше всего хотелось бы разыгрывать есть сборная литвы вот ее можно было бы под разыграть что какой надо динамо скорей без разницы не просто много разных так бишек таш румынская ну давайте такая более-менее известная команда девчонки давайте поговорим с вами про лигу чемпионов давайте будем по порядку и так мы играли сначала с местной команды это был очень тяжелый матч на самом деле есть честно мы ну как бы я ожидал что они будут посильнее на хоть какое-то сопротивление будет тем более вроде как там чемпионы молдавии молдовы попростят меня вот и в общем с легкостью прошли все здорово готовились к яксу сыграли плоховато сыграли ну уровень соперника такое что где-то сама понимаешь когда мы уже там забили наверно первых это уж не помню как там что-то быстро накидали и уже потом такую тут возняла мне было вообще не интересно если честно какой-то рю стоять я уже так когда там нашу якс следующий до мы ожидания не оправдались к сожалению я сыграла сколько там 8 минут на ноль саяксом и получается опять удар от ворот я спокойненько разбегаюсь и выбиваю как только у меня нога касается меча я все резкая боль и я понимаю что я так попыталась еще как-то наступить понимаю что ну нет все что-то там дернула не знаю потянула общем беда и все и до свидания саяксом да немного не получилось давайте так будем это формулировать как вообще юрий иваныч отреагировал на два матча строится принципе логично конечно был недоволен качеством игры на нет на самом деле просто ну а якс как бы честно вот я ожидала большего от них ну прям действительно думаю что там будет что-то прям а когда уже в игре ты понимаешь что это в принципе команды с которой ну по силам то есть как минимум ничейку там сыграть можно было зацепиться тем более нас были хорошие моменты при счете там 20 может возможно там 21 уже как-то уже было что они конечно уже немножко расслабились но все равно то есть можно было бы более такой достойный результат ну как игра ну во первых интересно ну и во-вторых волнительно потому что грубо говоря у меня от группы лиги от перехода из футбольного клуба миндзи до группы лиги европы прошло полтора месяца то есть но это как бы для или нет плюс было 22 года это очень большой скачок вот и ну как помню и по команде было понятно первые три игры у нас был рапит вели реал и виктория ползень такое ощущение что первые три игры присматривались вообще что мы можем и можем ли и вот где-то со второго круга скажем так мы поняли что мы можем играть и очень здорово ответную игру здесь сыграли с вели реалом в борисове обыграли ползень здесь очень такие приятные воспоминания эмоции потому что к сожалению больше не довелось пока не предвидится судя по всему ну нормально хорошо было ты там видел таких звезд как неймар плату марселу почему я за тебя говорю я гусила был был халк был салах был тогда еще молодой перспективный 22 22 года ты приезжаешь на олимпиаду вы еще там очень плохо играли в бразилии там новую зеландию вообще 1-0 выиграли без шансов с бразильцами до 1-0 вели забили первыми да чуть там не получилось ну какие вообще эмоции были у тебя все-таки события но события да ну какие эмоции как в сказке что не верит не верилось даже что мы там что мы к этому причастны ну все прошло очень как-то на одном дыхании очень быстро пролетела олимпиада ну жалко что не вышли нам последний гренада был ничья с египтом и мы бы выходили из группы но у сала у салаха были другие планы на игру на первый тайм он там простил нас несколько раз там во втором но он там по-моему голевую там на пустые выкатил винара и забил сам ну не помню точно как там развивалась с тех пор у него много изменений в частности у него трое детей теперь я просто не туда ничего не добавляю у тебя трое детей но одного знает практически весь мир не ну ты уже так сказал понятно что он непонятно как попал в шоу лучше всех скажи пожалуйста процесс то есть как это получилось что вы туда попали максим галкин немало классно выступил жена подала заявку я уже точно не помню как это было она всем занималась ну и потом с ним там выходили на связь на видео конференцию уже индивидуально беседовали организаторы все и добеседовались для того чтобы пригласили то есть в том что у него какая-то феноменальная память и он запоминает карточки так что да ну запоминал тогда сейчас уже есть что в школе там задают есть что запоминать уже не до карточек полезнее информация чем карточки вообще трое детей я правильно понимаю ты хочешь составить все таки конкуренцию в оверхвощинском команде не соревнуемся нет нет такого нету соревновательного момента нет у тебя же двое сыновей играют в академии до динамо как один играет старший а младший только пытается только зачислили недавно но набор у них был недавно и сколько он там с осени на начал уже на постоянной основе заниматься есть шанс что хотя бы со старшим да нет не но им уже не 14 лет у меня дочка и вот сейчас будет в конце октября 5 лет непоседа носится все хочет папу это наверное изогнательно посмотрите после тренировок минус 1 минус 1 уже можно кто симпатичный морозов морозов вот весь садовница нацелилась на нападающего федор лопоухов у нас свободный максим швейцов максим швейцов уже как ванна бахарда освободился потом юлия слезарчик я думаю все еще претендует не будем вряд ли претендует кто еще денис шпаковский ну ка давай по по списку он за по твоему пройдемся нет ну вратари короче на мой взгляд они да конечно про своеобразно немножко это в этом возможно да что то есть но не глупый ни в коем случае федя в шахматы играет и вот умеешь шахматы играть вот ты посмотри ты посмотри на федю а потом представь что он играет в шахматы визуально это как будто разные он с морозиком играет а визуально не скажешь что люди вот сядут они играют по интернету с там с иностранцами учителя отыграть шахматы ты но это будет достойно уважения в теперешних реалиях скажем так это не тик токи не на грамма это молодцы может быть это его своеобразность в так парни про вашу карьеру мы поговорили девчонки давайте про вас века расскажу нам про свой тернистый путь интернистый путь выше лига у меня началась вы случае я там провела сколько может год полтора не знаю и после уже двадцатом году как появилась динамо я уже играю здесь то есть все это время ты же сама из молодечно до великого города великий гоночный прям там или приехала начинала там на уровне лицензии детской вот этот все вся тема еще и потом уже в гор поехала и сргора ислач образовалась как-то там молодечно я понимаю что даже в минске тяжело набрать команду девочек для года 1 как вообще в молодечно в детстве и на футболе вы с мальчиками тренировались или вас был нет тренировались не с мальчиками просто в школу тренер пришел и уже в школе там набирали именно возраст наш и да так катя давай тогда про твоей про твою карьеру поговорим у меня насыщенная но это очень долго рассказывать если это правильно посчитала то динамом получается на где-то 10 клуб юбилейный поэтому я здесь дольше задержалась даже всего он еще сейчас уже нет такого клуба как россиянка раньше был ну так давным-давно это был легендарный клуб так рязань нарезать бдв да конечно ну в саранске наша команда была на я сейчас нет уже этот енисей я понимаю что все команды где ты была потом рано или поздно нет нет но россиянка тоже сейчас как цска уже они же теперь формировались саранский ну я не знаю там что не случилось в общем уже после меня там уж какое-то время прошло и потом закрыть лавочку вот но енисей в турции два раза до бешиктаж интересный опыт был и кстати ну сумасшедшие фанаты в плане поддержки привозки но просто вот неважно если ты даже идешь просто по стамбулу тебя вот я как-то не раз одел там эту куртку просто не было другой вот такие пробки там вообще неважно где что просто бешиктаж там все там скидки там в общем просто все фанатеют ну что насчет конечно фанатов них там крутые классные то есть я вот сколько где играл по не вот ну как женский футбол такого нигде не было что ты куда-то едешь на выезд ты выходишь из гостиницы с утра и там уже с фаната стоят тебе эти там местные песни поют мы прям прикольно так файлы там все такое могут стаканчиками закидать тебя если там какие-то эти соперников там прям как-то играли с кем-то уходили с поля там уже там полиция приехал все они там начали все что у них есть нам и дарить бананы стаканы там все хочешь а если в куртке бешиктаж в стамбуле нарваться на болельщика другой кому надо не нарывалась переоделась в фенербакте у стороне мне не попадались не знаю не знают но достаточно лояльно то есть все и еще где в румынии беларусь вспомним наверное одну из самых важных игр сентября это матч против гродно победа за вами за нами не знаю как правильнее выразиться 21 как вообще вот вам игра это выдалась непростая с конкурентом естественно тяжело и интересно но тяжело потому что уровень сину сопротивления которые оказывали ребята из гродно очень высокий был и где-то нам приходилось местами терпеть но наверное такие игры и важны и нужны что в них закаляется характер при этом классный антураж много зрителей было но стоит отметить болельщиков гродно потому что но они прямо создали очень футбольную атмосферу их играя на выезде команда я думаю ощутила очень хорошую поддержку по слухам 500 человек приехала из гродно там ну там 9 10 автобусов они ну в плане просто если взять в плане активности большие молодцы ну после игры кстати было очень много как никогда фанаты общались с вами очень много было тут и фотографии селфи огромное количество фотографий где ребята сами фоткают с вами делали фотки после но у меня просто ситуация подхожу к своей жене дочки там друзья родные приходят и естественно пока с ними поговоришь подбегают детишки постаршие ребята то есть ну в любом случае по максимуму стараемся с кем-то сфотографироваться кому-то дать автограф видно просто что есть там те же ну пацаны которых ты видишь каждую игру они каждый раз просят каждому зачем она тебе надо уже но все равно продолжают просто потом можно следить как ты менялся приятно им приятно и в какой-то мере это наверное такая может нашей обязанности благодарить их за то что они приходят нас поддерживать так как мы можем девчонки вы вы следите за команды конечно уже тут все повязаны кстати играла за гродненский небо ну за женский ну конечно все но мы в курсе как ребята играют потому что тем более когда сейчас это шанс стать чемпионами если мы выиграем чемпионат допустим они выграют но это прям еще круто и дубль уже дубль там на подходе дата из моего это за выиграл динамо ски такое правда но мы же 8 числа кстати очень важный матч вы играете 3 girls derby играете с минском кроме минска кто-нибудь еще может хотя бы приблизить приблизиться вот я случайно зашел посмотрел минск играл с гомбелем последний тур 27 0 алексей на минску груды поле с грудью не задавали маньян догоним варка будет это еще не полизал ух это как как просто играют девчонок просто играете на 3 у нас вроде как 11 команда у нас то есть чемпионат расширился так по вашему счету не хватает игроков плюс еще ну какие там игроки и уезжают многие новых естественно пока особо брать не ну такого хорошего уровня и вот открывает видимо клубы тогда девчонки приходит чисто на энтузиазм этому не знаю как то не там и вот получается потом такие счета но на самом деле очень грустно как бы вот надо вратаря брать нормального один гол пропустили чемпионате это наш мухолов это но это просто к тому что потом сложно все но когда ты вот попадаешь на то же самое лигу чемпионов да и сказывается на уровень чемпионата в целом понятное дело в силу того что мы можем мы там ну как-то пытаемся там все выйти но если бы чемпион был по более посильную команды более-менее конечно мы бы росли бы все бы то есть а тут в принципе ты знаешь что там не в обиду этим командам как бы ну что есть команда где-то в принципе уже там заранее знаю что вот ну мы точно там выиграем сто процентов интересный момент все гости скажем так которые у нас были уже на подкасте попали в сборную и иван бахар и сергей политеевич и влад морозов не душем следующий туда уедет так он уже едет по перемещением плюс-минус одинаково по пробегу по пробегу одинаково за что высокая подача уже не не он этого с опорным поставишь доигрывать то что владимир вставляет на вот он и будет собой носить чтобы хоть кто-то с ним парни на ноябрь можно настраивать я думаю что скорее всего закончится ваш интересный момент на этом чем мы вы скорее всего с гостями но есть же все равно определенная какая-то тренерская там политика скажем так на которую он делает ставку она ну если судить по двум вызовам она плюс-минус прослеживается поэтому сейчас у тебя по ощущениям нет шансов ну я не говорю что их нет но я больше к тому что у тренера список уже лежит на определенная к определенных кандидатов все равно же у всех тренеров есть свой какой-то пул игроков на которых они плюс-минус рассчитывают ну как минимум это шанс всем ребятам засветиться и уехать куда-то более сильный чемпионат чтобы тому же влада морозову просто ну пришли и заплатили они торговали но вот сборная сыграла два матча при новом тренере вы же смотрели по-любому и думаете игры что-то поменялось уже вот как вам кажется пока так сразу не скажу мне кажется что во первых слишком маленький срок прошел даже с учетом назначения там до сбора сколько нора меньше месяца прошло и каких-то прямо супер изменениях вряд ли можно говорить ну что меня немножко удивило это то что на три защитника перестроились я как бы больше думал что все-таки продолжат в 4 играть но решение тренера а дальше вот ну сейчас интересно будет посмотреть этот сбор там ноябре игры там же наверно какие-то выводы можно больше будет вообще вы верите в испанца или хотели бы чтобы белорус продолжал работать я верю хорошо специалист не неважно белорусан или испанец а у вас вызывает ну опять-таки ну такие чувства но и опять-таки слишком мало времени прошло и так ребята завершение нашего выпуска я хотел бы предложить вам игру которая называется мой то есть я вешаю листик лёшу гавриловичу гаврилович ешь и здоровьем бегунову бегунов дальше девчонкам мы будем пытаться за счет вопросов угадывать тот клуб в котором получается мы будем в будущем играть наказание есть какое-то наказание какое-то человек который будет угадывать клуб больше всех должен будет в инстаграме запостить все остались с дубильным лицом команда из первой лиги да нет из высшей лиги? Слуд? Сморгонь? А почему только у меня слышишь? Сморгонь? Сморгонь? Торпеда Билас? Батэ? Лёха, куда ты слышишься? Мы сломали игру. На твой будущий клуб. Батэ какой-то Батэ? Нет. Динам-рест? Нет. Значит по-другому. Нарей. Ты в общем... Нарей? Нарей. 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 Подожди, да я вспомню, кто у нас есть. Ну, низугородно. Торпеда Билас, я говорил. Ээээ... Славия Мотоц. Ниже. Ты видишь клуба? Более... Нет, это удивительно. Ты там играл. Я там играл. В синий клуб. Он один, походу, остался. Кроме этого. Там еще играл кто-то из нашей команды. Они серединки. Я уже так могу. Игорь Николай будет очень доволен. Да. Да. И трофейная комната. С Сергеем Политеевичем, я тоже. На станцию? Да. Да. Лёша, ты шестнадцатом командной вовсом? Как ты? Станцию, любимую. Ну, вылетел из головы она. Вылетел? Я вообще сейчас думал, что они первые игры. Смирал веселых. Команда выше лиги? Нет. Все, хана. Да. Мы играли с этой командой в этом году? Товарищеские игры? Да. А Сиповичи? Островец. Да. Рома, ты знал, что Островец? Да, я играл с ними, потому что в этом году. Ну, потому что… Ну, с баранками я не играл. Ну, с баранками я не играл. Вот баранки… Да, я бы не угадал, что в баранке забыл про них. Это из высшего лидера команда? Да. Да? Она в лидерах? Да. Средненькая? Из Минска команда? Нет. Угу. Кто там есть? Так. Сморгонь. Господи, какие там губы-то есть. Динамо Брест. Гомель. Ислач. Все, у меня ступор. Я даже не знаю. Блин. Давайте тоже по порядку. Нету на перебор. Так, Динамо Минск. Мимо. Ну, это Минская область. Шахтер. Батэр. Нет. Но рядом. Господи. Территориально. Да. Только что прямо. Еще одна подсказка. Энергетики. Еврокубка участвуем. Да? А потом у тебя. А, торпеда. Да. Торпеда БелАЗ, да? О, спасибо. Ну, что, Катюнь? Что ты мне написала там good luck? Ах ты гадина. О, боже. Что ты мне написала там? Нет. Три, два. Поехали. Поехали. Нет. Первое? Ах ты гадина. Какая разница? Могилевка. Могилевка там есть. Карсимаджейн. Это, боже, все. Молодец. Нет? Или они не в этой... Блин. Они просто ссырятся с... С деньгами? Да. Капец. Ну, да. Смотри, кто у нас тут есть? Ну, молодец. Нет? Колбаса. 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 Динамо кто? Динамо. Динамо кто? Кто? Давай по-другому. Да. Как у Плотникова? Знаешь? Плотникова? Да. Плотникова. Боже, кто? Кто такой Плотников? Наталья. Я пытаюсь помнить хоть одного известного еще. Шельцова. Да, Шельцова как имя. Сокращается. Макслайн. Второй. Динамо я знаю. НЕТ! Боже, блин. Типа Винлайн, Макслайн. Ну, все, понятно. Аут. Так, вопрос первый. Это высшая лига? Да. Так, Динамо с ними играла один раз или два? Один. Так, значит, первый круг. Мы выиграли или проиграли? Проиграли. 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 Ну, очень стильно. И один раз. Сморгонь. Это высшая лига? Первая? Они, они вверху таблицы? Сдаешься. Они внизу. Они внизу таблицы. Даже я не знаю этих команд. Гобжд может? Нет? Неводолбизна? Молодечно. Чисто для Вики. Чисто как-то начал играть сразу в двух всей команды. А, Асиповичи! Асиповичи там... 5 с 5 очков. Бумпром? Блин! Мне выбрал 18. Я в шоке. Нет, не Бумпром. Неплохо. Неплохо, блин. Я, кстати, их случайно вспомнил. Ребят, спасибо большое, что пришли. Надеемся, вам было так же весело, как и нам. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Да, ребята, огромное спасибо. Было круто. Посмеялись. Вспомнили классные ваши истории и жизни. Вспомнили клубы. Всем людям, которые смотрят нашу программу, наше шоу, обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии. Конечно же, пишите комментарии для того, чтобы выиграть майки, которые будут разыграны от ребят. Не забудьте, что комментарий обязательно должен быть «Хочу майку». Ну и давайте по традиции, может быть, подумаем, кто будет в следующий раз на вашем месте. И так, от парней от «Динамо» идут у нас Жердев, Никифоренко и Селялова, три убойных пацана. И от девчонок Стишко и… Николай. Николай.